Всем привет! Сегодня в видео я расскажу о функциях, для чего они нужны и как их определять в языке C++. Итак, что такое функция? Функция это просто какой-то исходный код, который можно повторно использовать в любом месте нашей программы. Причем функция еще может иметь какие-то входные данные, а может их и не иметь. И также функция может какие-то данные возвращать, ну или не возвращать. В C++ для того, чтобы определить функцию, нам нужно сначала писать выходные данные у этой функции. Это может быть обычный интеджер, это может быть float, double, какой-то класс, то есть в принципе любые пользовательские данные. Если же данных нет, которые нужно возвращать, тогда пишем просто void. Void здесь обозначает просто ничего, то есть просто отсутствие данных. Далее мы пишем название функции и после названия функции мы должны указать входные параметры. Входные параметры указываются в скобках и разделяются через запятую. Входные параметры указываются так же, как и обозначаются просто обычные переменные. То есть мы сначала пишем тип переменной и далее название переменной. И потом этим названием переменной мы уже пользуемся в коде функции. После обозначения типов данных у нас должны обязательно идти фигурные скобки. И в фигурных скобках уже существует само тело функции, то есть ее исходный код. Здесь в этой функции я делаю просто обычное умножение двух выходных параметров. И далее в конце, так как у меня есть выходные данные, я возвращаю эти выходные данные. То есть я пишу return и далее какую-то переменную. И таким образом с помощью return я возвращаю какие-то данные из функции. Причем вернуть можно только один тип данных. Нельзя возвращать сразу несколько типов. Также не обязательно присваивать здесь умножение какой-то переменной. Можем просто вернуть сразу x умножить на y. Это будет то же самое. После указания return мы автоматически выходим из функции. То есть все что идет дальше, мы можем здесь еще написать что-то дальше, какой-то код и все это будет игнорироваться. То есть после вот этой директивы return все что идет дальше, все просто игнорируется. И компилятор вообще по идее все это должен как-то оптимизировать и этот код просто не должен учитываться потом в программе. Если мы указываем что у нас функция обязательно возвращает какие-то данные, то мы обязательно должны использовать return. Вообще некоторые компиляторы допускают, если мы не делаем return с функцией, но тогда здесь просто на выходе у нас будет какое-то случайное число, что не есть хорошо. И здесь пример функции, которая у нас не возвращает никаких данных. То есть мы перед именем пишем просто void, но также void можно писать и здесь в качестве параметра. Это будет тоже правильным. То есть мы здесь указываем, что у нас функции ничего не принимают. Но как правило void здесь не пишут, пишут просто обычные скобки без каких-то параметров. Как вы заметили, main у нас тоже является функцией, она возвращает у нас integer и здесь она не принимает каких-то параметров. На самом деле у нас функцию main передаются параметры от операционной системы. Ну и здесь просто для простоты их не указываю. То есть функция main без каких-то входящих параметров, она тоже легальна. Теперь если мы хотим использовать нашу функцию, мы можем написать какую-то переменную и присвоить ей значение функции. Передадим, допустим, 2 и 3. А потом просто вызовем функцию print со значением a. Получается мы назначили перемены a значения 6 и потом его напечатали. И имея какую-то функцию, мы теперь можем ее использовать сколько угодно раз. Можно назначать различным переменам и нам получается нет необходимости писать в этот код несколько раз для каждой перемены. Таким образом получается, что мы избегаем дублирования кода и, соответственно, сокращаем шанс на ошибку. Потому что чем меньше кода, тем меньше ошибок. Еще я должен рассказать, что такое декларирование и дефинирование функции. Возьмем, к примеру, что я хочу использовать функцию multiply и в ней я еще использую функцию print. Но функция print у нас объявлена после функции multiply. То есть я сейчас скомпилирую программу. Я здесь получу ошибку, что у нас print получается identify not found. То есть мы не знаем, что такое print на этом месте. Это происходит потому, что компилятор, когда он парсит весь исходный код, то есть он обрабатывает весь исходный код по порядку, строчка за строчкой. И вот он дошел до вот этого вызова print. И он еще не знает, что это какая-то функция. И даже если какая-то функция, то он не знает, какие у него могут быть параметры. В принципе, мы могли бы взять эту функцию print, перенести просто ее повыше, и тогда у нас все нормально скомпилируется. Но это не всегда возможно. Потому что представьте, если, допустим, у нас функции этих сотни, и мы не можем точно узнать порядок вызова этих функций. И также есть такие ситуации, что у нас функция a вызывает функцию b, и функция b вызывает в свою очередь функцию a. Получается у нас такая обратная зависимость. Тогда непонятно, какую функцию нам нужно писать первой. Еще такая же проблема возникает, если мы дефинировали функцию вообще в другом файле. И так как файл у нас компилируется независимо друг от друга, то компилятор тоже не знает, что вообще это за функция print, и как она может выглядеть, какие у нее параметры. Ну, про компиляцию различных файлов и линковку я расскажу чуть потом, позже, в отдельном видео. Так вот, чтобы решить эту проблему, я могу по аналогии с переменными функцию сначала декларировать, то есть показать компилятору, как она выглядит, и какое у нее имя, какие у нее параметры, а потом уже дефинировать, то есть обозначить, что она должна делать. Для декларирования функции мы можем просто перед мультиплей написать здесь ее имя, потом выходные параметры и входные параметры. Причем при декларировании функции нам даже не обязательно указывать название переменных. Можем просто написать тип этой переменной. Но, как правило, все равно название указывают, число для удобства, чтобы понимать, о чем идет речь. Если здесь в названии вообще указать какое-то другое имя, то, в принципе, это ничего страшного, это будет то же самое, что мы обозначили вот эту функцию. То есть здесь имя, на самом деле, вообще не имеет никакого значения. И теперь парсер, когда у нас парсит наш исходный код, он смотрит, ага, здесь мы декларировали какую-то функцию. Теперь он знает, что вот такая вот у нас функция есть, и с такими выходными параметрами, и входными данными. И дальше здесь он уже понимает, что здесь мы используем какую-то эту функцию. И потом, когда он прошелся здесь, то есть он увидел здесь уже именно дефинирование функции, он теперь знает, что на этом месте нужно подставлять вызов вот этой функции. Теперь, если мы скомпилируем, у нас уже никакой ошибки не будет. Еще одна вещь, о которой я хотел бы упомянуть, это перегрузка функций. Это когда мы можем создать несколько функций с одним и тем же именем, но при условии, что у нас будут различные входные параметры, различные типы параметров, и даже различное число параметров. И тогда при вызове функции у нас компилятор автоматически подбирает нужную нам функцию в зависимости от типа параметра и количества параметров. Но только при условии, что не будет многозначности. Дело в том, что при вызове функции у нас при некоторых условиях происходит неявное преобразование. Мы можем, допустим, вызвать здесь print5. Опять у нас будет integer. Получается, у нас вызовется вот эта функция, где у нас как входной параметр будет integer. Мы также можем вызвать print5 через long. То есть мы, получается, подаем long, и у нас параметр long автоматически преобразуется в параметр int. Также мы можем подать на вход, допустим, float. Туда мы вызываем вот эту функцию printflot. Но если мы, допустим, здесь создали две функции print, одна у нас получая сначала integer, потом float, и другая получает float, потом integer. можем сейчас проверить. Вот мы передаем сначала integer, потом float. Ну, созывается вот эта функция integer float. Потом мы передаем сначала float, потом integer. У нас вызывается уже вторая функция. Вот это. Но если мы здесь укажем, допустим, два integer, то мы увидим ошибку. Здесь нам компилятор пишет, что у нас есть функция print с похожими параметрами. Нам подходит как и первая функция print с int float, так и вторая, float integer. И он не знает, либо нам нужно первый integer комментировать во float, либо нам второй integer комментировать во float. Получается, у нас многозначность. То есть при перегрузке функции нам нужно учитывать, чтобы не было многозначности. И также нужно еще упомянуть, что у нас функция не может различаться только возвращаемым результатом. Мы не можем, допустим, сделать две функции print. Одна у нас возвращает какой-то там integer, другая у нас возвращает float. Если мы скомпилируем, то нам компилятор пишет, что мы не можем перегрузить функцию, которая различается только типом возвращаемого результата. То есть если у нас все параметры одинаковые, мы не можем перегружать функцию только одним типом возвращаемого результата. На этом я пока закончу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok